4 тысячи машин и 12 пар поездов. Ежедневный трафик на этом переезде в Тальменке. Место потенциально аварийное, потому что, как рассказывают сотрудники железной дороги, лихачей хватает. Вот сейчас, смотрите, уже раз, извещение пошло, светофор загорелся, а шлагбаум еще не закрывается. И вот они пытаются в это время проскочить. И в это время может случиться что угодно. До поезда остаются считанные минуты, за которые машина может сломаться, застрять. В этом году в регионе на переездах произошло 6 столкновений с поездом. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Две аварии со смертельным исходом. На железнодорожном переезде 134 километра перегона Бис-Чемровка, съехав семья, отец, мать, двое детей попали в ДТП, при котором родители погибли. Дети остались с сиротами. Не так давно в Амурской области произошла трагедия. Грузовик столкнулся с локомотивом. Погиб не только водитель грузовика, но и помощник машиниста, которому было всего 25 лет. Для того, чтобы остановить поезд, который движется даже с небольшой скоростью 60-70 километров в час, необходимо 600-700 метров. Для сравнения, тормозной путь автомобиля при такой же скорости 20-30 метров. Об этом водителям решили напомнить в РЖД. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей как раз перед переездом. В листовках понятный посыл. Состав из 60 вагонов легко раздавит машину, как консервную банку. Соблюдайте правила дорожного движения через дорожный переезд. Не нарушайте правила. Соблюдайте. Спасибо большое. Не нарушайте. Хорошо, спасибо. Да не нарушаем. С переездом опасно вообще, шутки. Да. Только в Тальменском районе за год выявили несколько десятков нарушителей на переездах. И даже если водитель избежал столкновения, уйти от ответственности будет трудно. Грозит водителям либо штраф в разрезе 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Там будут рассматривать, сколько гражданин совершил правонарушения в течение года, были или не были у него аналогичные правонарушения. Сегодня на железной дороге Алтайского края продолжают работы по повышению безопасности на путях. Но стоит сказать, что камеры фиксации нарушения, проблесковые маячки, светодиодные стоп-линии, звуковая система оповещения – все эти меры хоть и работают, но только сообща с ответственностью и дисциплинированностью тех, кто находится за рулем. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова